Сейчас я попробую со своей стороны донести до вас резолюцию, которую попытаюсь сейчас озвучить. И вот за эти четыре пункта этой резолюции хотелось бы в итоге в конце проголосовать. Первое. Несмотря на прогресс и современные успехи в разработке противопухолевых препаратов, по-прежнему сохраняется высокая частота нежелательных явлений при проведении лекарственной терапии злокачественных опухолей. И об этом сегодня говорилось много, неоднократно. К сожалению, мы, имея самые современные варианты терапии, по крайней мере, пока еще никак не можем уйти от нежелательных явлений. И они очень часто сопровождают лечение наших пациентов. Второй пункт – это то, что сопроводительная и поддерживающая терапия является неотъемлемой частью лечебного процесса, улучшая качество жизни, снижая смертность и тем самым оказывая положительное влияние в целом на результаты лечения онкологических больных. Наши пациенты, как нам кажется, нуждаются в этом. И если мы не будем проводить такую терапию, во-первых, не всем больным мы сможем доводить лечение до логического завершения и, соответственно, достигать хороших результатов. Третий пункт – это то, что существует необходимость в создании и введении рекомендаций по поддерживающей сопроводительной терапии в состав клинических рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации. Ну и последний – это то, что требуется разработка все-таки КСГ по профилактике, лечению осложнений лекарственной терапии, злокачественных опухолей. Это, по нашему мнению, сделает возможным широкое использование поддерживающей терапии в онкологических учреждениях и даст нам возможности, платформу для осуществления такого рода терапии, которая существует, по сути, во многих странах мира. У нас она пока еще осуществляется по остаточному принципу. Таким образом, на голосование выносится предложение о том, что считаете ли вы необходимым принятие резолюции форума «Белой ночи» в разделе поддерживающей сопроводительной терапии онкологических пациентов для их представления в Министерство здравоохранения с целью выражения позиции онкологического сообщества по введению рекомендаций в рубрикатор Минздрава РФ. Ну, конечно же, здесь мы с помощью этой резолюции хотели бы все-таки выразить позицию не только, может быть, отдельных специалистов, которые участвуют в разработке этих рекомендаций, но и онкологов, тех, кто принял, по крайней мере, сегодня в обсуждении этих рекомендаций активное, интерактивное участие, позиции по отношению включения этих рекомендаций в рубрикатор Минздрава. Таким образом, да или нет, ваш выбор, вы можете ответить так, как вы считаете нужным. 98% это все-таки больше, чем на буквально 2% их до этого было 96, но тем не менее, это практически, это 100%, ну, это большинство, это, можно сказать, практически по статистике стремится к 100%. Олег Александрович, вам слово. Ну, я, наверное, выражу удовлетворение сегодняшним днем и еще раз выражу всем огромную благодарность за то, что мы сегодня сделали, за то, что мы приняли такую прекрасную резолюцию, которая позволит нам хоть каким-то решением достаточно большого количества онкологов прийти в Минздрав и сказать, ну, нам необходимо это, не только нам, нашим пациентам. Поэтому спасибо всем тем, кто принимал участие и всем тем, кто нас слушал и остался с нами до конца. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Спасибо.